Вышивки на одежде 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 А также бывают и 18-е, и 14-е, все виды. Конкретно у этой фирмы очень интересное нанесение сетки. Не знаю, четко ли видно на камере, но здесь есть и красные квадраты, и желтые. То есть разметка получается как бы двойная. Конва может быть вот листовая, вот такая под формат А4, могут быть полоски конвы. То есть форма может быть тоже разная. Именно этот наборчик соответствует 16-му каунту конвы. Соответственно, каунты могут быть разными. Он также выпускается как листами А4. Здесь у нас 18 на 12 квадратов. Также может впускаться в других форм. Например, вот такими вот полосками. Удобно для вышиванок и также для маленьких схем. И еще обратите внимание, вот здесь, к примеру, разметка намного более четче видна даже на камеру, чем, скажем, вот здесь. То есть на разметку также нужно обращать внимание. Также хотим обратить внимание, что флизелин бывает на клеевой основе, на которой клеится утюгом к вышивке, перед вышивкой, и на бес клеевой. Как по мне, разницы никакой. Флизелин на клеевой основе, сколько я его не клеила, и как я считала отзывы, он все равно нормально не приклеивается. И все равно я его или пришивала, или приколола булавками. Вот кропылка, это и есть клеевой флизелин. Ну и много разного. Бесклеевая основа, она просто заранее пришивается, без утюга. Хотя, все-таки, есть один момент. Если флизелин клеевой, если здесь хоть немного больше поставить температуру утюга, он или сживается, или вообще сворачивается, и может дать усадку. Ну, поэтому с утюгом нужно быть очень осторожными. И еще один очень важный момент, это качество нанесенной схемы. Я не зря сегодня взяла не белый фон. На белый фон обычная разметка смотрится очень хорошо. Но, если мы ложим флизелин на ткань разных цветов, то, видимо, становится значительно хуже, в зависимости от цвета. В данном случае, вот, ткань хоть и голубая, и разметка хоть и голубая, не знаю, как на камеру, но видно все очень четко. Вот здесь вот, конечно, немножко хуже, но за счет двойной разметки тоже все вполне читаемо. А красный и желтый цвет также виден очень четко. Вот этот вариант просто изумительный. Здесь, мне кажется, будет на любом цвете все очень четко будет видно. Нанесение идет как бы квадратиками, очень удобно. Вот это вот, на мой взгляд, самая удобная разметка. А флизелин это у нас вот этой вот марки. Тут как-то марка не указана. Компания ВДВ. Далее идет флизелин торговой марки Кроплинка. Вот эта схема, в принципе, сделана удачно, тоже все видно четко. В этой схеме, к примеру, идет чуть-чуть хуже, но, в принципе, разобрать можно. А вот в ромашке ситуация значительно ухудшается. А вот в этой вот розе, вот я просто ее вышивала, на красных тонах практически ничего не видно. На самом деле здесь не два и не три, и не четыре тона. На самом деле здесь идет шесть красных цветов. Вот я вот вышивала вот эту маленькую одну и большую, вот отсюда. Если бы не схема с интернета, у меня бы в ней было, скорее всего, три, максимум четыре цвета, но никак не шесть. Потому что их просто не видно. И еще, на что стоит обращать внимание, это размер крестика. Что касается фрезлины без нанесения, то здесь проблем нет. Здесь всегда указано и в маркировке, вот здесь, например. Иногда вот даже вот на самой сетке, на фрезелине. Вот это вот АИДА 16. Кстати, 18-ю АИДУ найти значительно сложнее. То вот здесь вот, на фрезелине с нанесением, я ни разу не видела, что где-нибудь был указан каунт. Вот я вышивала две футболки с одной и той же фирмы. И там же было два совершенно разных размера. В результате одна футболка получилась просто шикарная. Вторая же, она и сразу светила, ткань светила под ниточками. Ну а после стирки стала сильно светить. Хотя, как я уже сказала, фирма была одна и та же. Уже говорила о своем прошлом видео на эту тему, но не могу не повториться. Фрезелин нельзя трогать мокрыми руками. Возьмете за него мокрыми руками, он тут же растворится. Ну и, соответственно, можете попрощаться с вашей вышивкой. И забыла сказать еще один интересный момент. В этих наборчиках я ни разу не встречала, чтобы был ключ к номерам ниток или бисера. В самом лучшем случае идет вот такая вот табличка цветов. Но, все, что я вышивала, пока мне везло. Я находила в интернете. Наверное, на этом все. Всем большое спасибо за внимание. Если кому-то понравилось мое видео, ставьте лайки. И спасибо большое всем, кто поддержит мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok